15 февраля в Занском городском суде состоялось в вынесении приговора водителя автобуса рейса Самары-Ижевск Александру Ижмукову. Судебный процесс стартовал в конце сентября. Александр Ижмуков оказался единственным, кто стал обвиняемым в ДТП, в результате которого 14 человек погибли. Александр Ижмуков обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть по неосторожности двух и более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальная санкция, которая предусматривается, лишение свободы на срок до 7 лет. Государственный обвинитель Занский городской прокурор Ренат Каримов попросил суд признать водителя виновным и отправить на 6,5 лет в колонию общего режима. Суд приговорил Александра Ижмукова к 4,5 годам колонии-поселения. Кроме того, на 3 года Ижмуков лишен права заниматься деятельностью, связанной с вождением транспортных средств. Анализ материалов уголовного дела позволяет сделать такой вывод, потому что на рассмотре совкутности это и протокол осмотра места происшествия, в которых там было несколько протоколов осмотра, осмотра автомашин, повреждения на автобусах, в заключении автотехнической экспертизы. Эксперт приезжал, лично осматривал повреждения на автобусах и на автомашинах. Это показания вырвавшихся свидетелей, потерпевших, показания водителей МАНа, водителей грузовиков, которые участвовали, следы на месте происшествия. Все это в совокупности позволяет нам сделать вывод о том, что вина все-таки в этом ДТП ловится на водителя автобуса. С приговором суда сторона подсудимого осталась недовольна. Адвокаты считают, что вина только одного водителя доказана не была. На скамье подсудимых должны были быть и водители грузовиков. Александр ехал по своей стороне, он не видел этого КамАЗ-мана. Почему не видел? Потому что не было ни габаритов, ничего не горело. Он не мог видеть этот КамАЗ. Когда мы просмотрели видео по НТВ-каналу, мы видели то, что сцепка, когда грузили грузовой МАН, сцепка была оторвана. Правда, показания разнятся многие. Эксперты, грузовичные эксперты доказали причину того, что произошло. А произошло то, что оторвалась сцепка у КамАЗ-мана. КамАЗ-мана ушел самопроизвольно, ушел на встречную полосу. Груженый МАН, горючий груженый. Ушел и произошел столкновение, оттуда произошел пожар, пожар подошел, и люди из-за этого сгорели. В числе погибших пассажиров автобуса была и жительница Заинска Мария Галимова. Ее бабушка тоже недовольна приговором. Это совсем мало. Мою внучку уже не вернуть. Недовольна уж. Как? Недовольна уж. Он же убил. Он же скорость, у него же скорость повышенная была. Если он тихо ездил бы, если нормально ездил бы, аварии не было бы, он мог бы остановиться. У страны подсудимого к следствию осталось много вопросов. Это и потерянная флешкарта регистратора, и детали сцепки, и скорость автобуса, которую суд признал реальной. Суд установил, что водителям автобуса было допущено нарушение ПДД в части превышения скорости. То есть судом было установлено, что водитель делал со скоростью 115 км в час. Но в материалах дела есть достаточные доказательства, в частности официальные данные спутниковой системы ГЛОНАСС, которые подтверждают, что на всем пути следования автобуса, начиная от Самары до места ДТП, превышения скорости допущено не было. И именно в момент ДТП установлено, что скорость автобуса была 74 км в час. Также следует учесть то, что сам автобус, он оборудован ограничительной скоростью до 100 км в час. То есть даже если вы захотите превысить скорость, у вас это не получится. Но, к сожалению, судом это учтено не было, не принято во внимание. А я считаю, это очень важно. Я считаю, что приговор суда не законный, не обоснованный, он полностью противоречит фактическим обстоятельствам дела. И мы намерены в высшестоящихся системных станциях добиваться правды и признавать данный приговор незаконным и отменять его. Иски потерпевших на возмещение материального и морального вреда Заинский суд рассматривать не стал. За истцами остается право обратиться в гражданский суд. Двое потерпевших заявили сумму от 4,5 до 50 миллионов рублей. Стороны могут обжаловать приговор в течение 10 дней. Страна Александра Жмукова в этом деле точку не поставила. Продолжение следует...